Новые подходы при строительстве спортивных сооружений планируют внедрить в Казахстане. Об этом на заседании правительства рассказал министр культуры и спорта. По словам Даурена Абаева, в республике насчитывается свыше 40 тысяч спортобъектов, из них более 23 расположены в сельской местности. Для ликвидации дефицита спортивной инфраструктуры в стране возвели 100 физкультурно-оздоровительных комплексов. Однако, по мнению министра, за место фоков, которые зачастую не всегда заполнены по максимуму, нужно начать строительство быстровозводимой и малозатратной спортивной модели. В целом, в рамках специального плана развития спортивной инфраструктуры до 2025 года в Казахстане планируют реализовать 140 проектов. Из них 113 – это строительство новых объектов, 21 – реконструкция и 6 – до оснащения. В Капшигае задержали вора-рецидивиста. Мужчина подозревается в серии «Краш». Только по доказанным фактам ущерб составляет больше 2,5 миллионов тенге. А столичном аэропорту задержали гражданина Казахстана за попытку ввоза незадекларированных ювелирных изделий. Общий вес золота составил свыше 34 килограммов. Подробности далее. Капшигае задержали 38-летнего вора-рецидивиста, который провел в местах лишения свободы в общей сложности почти четверть века. Мужчина имеет 6 судимостей. Освобожден был в ноябре прошлого года. Сейчас ему инкриминируется совершение более 20 краш из частных домовладений. Задержанный брал все, что видел – от строительных инструментов и черного лома до бытовой техники. По доказанным фактам ущерб составляет более 2,5 миллионов тенге. В Туркестанской области полицейские совместно с представителями охот-зоопрома задержали двух мужчин, занимавшихся незаконной охотой. У браконьеров изъяли 18 туш-гусей и 8 туш-уток, два охотничьих ружья и надувную лодку. Как признались подозреваемые, они приехали в Сазакский район на озеро Акжар поохотиться. Однако официального разрешения на это у них не было. Казахстанской области При проведении пограничного контроля пассажиров международного авиарейса сообщением «Стамбул-Нурсултан» задержан гражданин Республики Казахстан за попытку ввоза незадекларированных ювелирных изделий. Общий вес золота составил свыше 34 килограммов. Предварительная сумма запрещенного товара составляет более 1 миллиарда тенге. Драгоценности переданы в столичный департамент экономических расследований. В Алматы на стройплощадке упал башенный кран. Он обрушился на парапет строящегося девятиэтажного здания в микрорайоне Жасканат. Жертв и пострадавших нет. Собственником крана является ИП КБК. По договору спецтехника передана в аренду ТО «Мелиоратор». Также известно, что в прошлом году кран прошел экспертизу. И его срок эксплуатации продлили до марта 2023-го. Сейчас департаментом Комитета промышленной безопасности МЧС Республики Казахстан по городу Алматы создана комиссия по расследованию этого ЧП.